АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то будет такое, что не было раньше, и я не уверен, что это будет в будущем. Потому что триллеры, как говорится, долгими не бывают. Бывает раз, потом один, концерт под заявком один, концерт под заявком два, и концерт под заявком возвращается. Честно говоря, я человек по натуре, такой типичный санквиник, и я очень быстро забываю то, что было. И как-то стараюсь жить тем, что есть, и слегка, как говорится, думать о том, что будет. Поэтому легче написать новую песню какую-нибудь, чем вспомнить старую. А сначала вспомнить, зачем ты это сделал, а потом понять, что ты сделаешь совершенно, будучи в полубредовом, безумном состоянии. Я не знаю, там, когда тебе там, не знаю, там, 18 лет, у тебя какая-то там любовь. И, господи, сейчас мы и не 18, любовь, как говорится, уже устоявшаяся. Какие-то смешки начались. У меня сестру зовут Любовь, да. У меня есть и долгая любовь. Вот. О чем это я? Да неизвестно о чем. О том, что садисты. А, мне очень интересно. Поднимите руки, кто писал заявки, какие песни хотелось бы сегодня услышать. Я записал, я не записал. То есть есть, есть эти садистические люди. Потому что действительно, понимаете, надо готовиться к этому, просить, сказать песню. А ты, я всегда говорил, и повторюсь еще раз, песню, как люди. Они живут, рождаются, достигают апогея, потом входят на нет и остаются либо в памяти. Хотелось бы сказать народной, но нет. В памяти творца тоже нет. А в памяти некоторых, скажем так, близких людей, которые иногда, желая подольститься, говорят, какую ты песню написал хорошую там в 1873 году. Автор испытывает неловкость, оказывается, он писал песни. Ну, в общем, и дело разрешается миром. Мы вычленили какие-то песни. Громко что-то гитара. И так два часа. Представляете, как это хорошо превращается в ненавижу. Вот сегодня песни, которые прозвучат, может быть, какие-то из них я и не хотел бы петь. Но, поскольку, как говорится, не можешь пить, не пей, я нажался, держи, скотина. Это, например, старый студенческий лозунг уж дал слово, держи. Но я вас заверяю, я вас уверяю, я даю честное слово, что все песни, которые сегодня прозвучат, они были действительно испрошены. Они были действительно на сайте МИЗа Глухаря, на моем сайте. Так что ни слова лишнего, а все, что есть. И слава Богу, что в этих песнях сегодня принимают участие. Все посмотрели на библиотеку. Евгений Николаевич Быков, ура! Ничего, что просто. Это рука, это плечо, без него. Причем, когда мы с ним собирались и пытались что-то репетировать, конечно, все это забыто. Он расширил глаза, смотрел на беды, говорит, господи, это 15 лет назад. Я говорю, да. Я говорю, а это тебя еще не было, как говорится, в Москве. Я говорю, что было еще в Кургане. И я сам уже забыл. Ну, короче, спасибо вам огромное за то, что вы вернули меня памятью туда, в те самые годы, где не было много чего не было. И где много чего было. Все вы были молоды. Наверное, поэтому счастливы. И самое главное, не было, я вчера узнал, и я трясусь до сих пор от этой новости, не было самого быстрого в мире трактора, который изобретен в России, который развивает скорость 121 километров в час. Вы знаете, вот после этой новости, которую я вчера узнал, мне стало ясно и понятно все. Начиная от выборов и кончая уборами будет. Трактор, который хреначит 125 километров. И влезают кроты такие, говорят, а зачем? А я, в общем, уже нет. Ну, это мы. Ну, куда же от этого денешься? Поехали. Поехали. Да в кармане тихо завякают ключи. Чуть поменьше тот ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, А впереди незавершенная строка. Сядут, поедут, развеют руку, В среду к обеду может вернуть. Угасает за окошечный пейзаж, С ним сливается купейный синий сыр. Это что же это такое, что за власть, Чтобы в строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, И слова летели струнами змея. А вдруг на этой строчке и замкнется круг Этой жизни предпоследней грязи. Сядут, поедут, развеют руку, В среду к обеду может вернуть. Отбивает время ложечкой стакан, И колесики квадратные стучат, И сгибает русло поезд до река, Поворачивает пьяница назад. Снова поля разлинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развеют руку, В среду к обеду я не раз. Снова поля разлинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади позабытая строка. Сяду, поеду, развеют руку, В среду к обеду я не вернусь. Сяду, поеду, развеют руку, В среду к обеду я не вернусь. Следующая песня, вы знаете, написана где-то году в девяносто первом, Ну не в 1800-х, но хотя уже достаточный срок, да? Двадцать с лишним лет. Но, не знаю. Сегодня, по-моему, она тоже актуальна. А я на митинге хожу, стою у самых, блин, трибуны Смотрю я все во что, а будь все речь, слушаю подряд А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны И говорят, и говорят, и говорят, и говорят Один кричит, зайдет, она звезда пленительного счастья Другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы Один кричит, ко всем чертям все эти органы и власти Другой кричит, все эти органы и власти, молодцы А у меня с собой бутылочка, зубровочки в кармане не дырявам И я тихонечко за ручку из горлышка топчу Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым, ни правым Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу У телевизора сижу я, блин, у самого экрана Смотрю я кто во что, а дед программы все смотрю подряд А на экране каждый день одни воюющие страны И говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят Один кричит, две пули в лоб на полушарье не задело Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал Один кричит, он пострадал за наше общее задело Другой кричит, железный дух, боец кремень Кинжал сломал А у меня с собой бутылочка за в ручке В стакане неразбитом И я тихонечко за в ручкой от нас накалечусь Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым Я просто-просто жить хочу, а чтобы нет, так не хочу Тут мой лирический герой совсем сошел с ума А я на кухню захожу, сажусь на саму блин кастроли Ломаю крупно-черный хлеб и сулю крупную залю А за окном бушует жизнь, и тихо гадят птицы гули А я половником ем суп и вас отчаянно люблю За то, что вы такая вся такая, ну вся такая За то, что выливать всегда, а может и есть А может нет Гляди-ка, митинг за углом Все-все-все-все, я исчезаю Но выключаю за собой я телевизор Восстание Знаете, тоже из достаточно далекого, недавнего, недалекого В прошлый раз, да, из давнего, недалекого Песня посвящения, то есть такое опосредованное посвящение Владимира Вольфовича, ну, великий человек, ну, сколько ж он балаболит уже, а? Сколько, сколько? А если каждый год, как на войне, за два? Цены Вольфовича нет вообще. Я бы вопрос. Как стратегический за два. Ну, эту песню я пою с каждым, каждый раз, с драганием, с удовольствием и вспоминаю. Когда он сказал, что у него есть ослик-прошка и гусь-зюга, это же, это надо придумать, понимаете? Это же вот, это никакой спичрайтер не напишет, это надо самому гусь-зюга, тега-тега, это, ой, баба. Кто знает, кричите с нами. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость, а у нас все путем, только где он, тот путь. Оттяжки взадох, в клоуну стака, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, Как темный лес, в лесу дупло, в дуполе тепло. В душу залез, как темный лес, в лесу дупло, в дуполе тепло. А у нас днем с огнем, а в поем, как без свечки, согреваемся в стужу, а с огнем в воде. И в округе тишат, в основном, человечки, и все меньше и меньше нормальных людей. Оттяжки взадох, в клоуну стакан, сам себе бог, сам себе пан, в душу залез, Как темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. И в душу залез, как темный лес, в лесу дупло, в дуполе тепло. А в страну дураков дураки не вернутся, и без нас теперь ни туда ни сюда. И вздыхают басы, кудри, поветруются, и осталось в войне победить, как всегда. Эй, под тяжки за дом, хлопанут стакан, сам себе бог, сам себе пан, В душу залез, как темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. В душу залез, как темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Честно говоря, у меня лично гораздо больше, гораздо более близка позиция персонажа следующей песни. Сидит на парапете дурачок, Он видит только то, что видит он, И в то, что видит он, слегка влюблён, Как недалёкий от всего далёкого В руке зажат счастливейший билет, Потерянный или выброшенный день. А врачок рассказывает всем О том, что есть, а может быть и нет. Вот впереди жестокий детский смех, Когда на корпус кольскую ступи, Летит старушка, сумку уронит, И мелочь звонко скачет из паралек. Таинственные кориди воронья Приветствуют подкравшийся закат, И в сумерках теряется плакат, С которого ты смотришь на меня, А ветер раздувает кружева, Разбрасывает пригоршними дни. В уютном доме греются одни, Другие растеряли все слова, Толкнёт вперёд в окошки яркий свет, Назад откинут стрелки на часах, И снова всё на разных полюсах, А места нет и занят парапет, Сидит на парапете дурачок, Глаза закрыты, но ты молчал. Венциноская птица В богатанной короне, Венциноская птица В небесах, как на тролле, Солнце луч на иглице Свой полёт вышивает, Венциносная птица Перо не роняет. Венциносная птица Перо не роняет. Венциносная птица А кому-то Синица, что согрета в ладони, А кому-то Сестрица В старом магнитофоне, Как синица взлетится, Как и песня растает. Венциносная птица Перо не роняет. 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 Неземная царица Путь в ночи освещает, Пенценосная птица пером не роняет. Все песни, которые сегодня звучат, они из прошлого. По нехоженной траве, По нехоженной траве, Ветер, ветер пролетел, Тетер на мир скользял, Оглянулся, заскучал, Круглым глазом застрочал. Сторона моя, сторонушка, Матца ждущая, Алёнушка, Темно, дурак и вода всегда. А кричи, хоть и не кричи, Есть причины для кручей. Накрывает туча дом, Буча, буча в доме тон, Гасит ветер свет лучей, Сидит горе на печи. Сторона моя, сторонушка, Из-за тучи ясно солнышко, И журчат задника века. Через много-много лет, Там, где тёмно будет свет, Будет белым белый снег, Человеком человек. Сказку новую найдёт год, Настоящий Новый год. Сторона моя, сторонушка, Братца ждущая, Алёнушко, Темно, дурак и вода всегда. Сторона моя, сторонушка, Из-за тучи ясно солнышко, И журчат задника века. Сторона моя, сторонушка, Из-за тучи ясно солнышко, Ходила такая странная женщина, Со своим не менее странным мужем. Потом их, естественно, посадили. Сейчас они вышли, что-то... Но больше не хотят быть в облачении. Вот. И там, знаете, много... Палитра такая сошлась. На Крушинский фестиваль всё время приезжала машина, Значит, вела ДПР, такой микроавтобус. Она так робко вставала в стороне, И все распускали слов, что сейчас Жириновский, Придёт Жириновский. Но члены жюри говорили на прослушивание. Первый тур, второй, третий. А потом ещё спустим или нет. И Жириновский не приезжал. Ну и там ходили к кришнаитам. Много кришнаитов. Причём люди из самых разных городов Советского Союза ещё. Но кришнаитов. Не в этом дело. Просто всё это как-то совпалость наложило. И однажды я отдыхал на берегу речки С удивительным поэтическим названием «Угоря». Я размышлял, во-первых, как же называются люди, которые живут по берегам. Варяне, воры, варейцы. И знаете, речка была настолько интересна, что я даже в задумчивости размышляя, вечно перешагивал через неё несколько раз туда-сюда. Куры со мной ходили в том месте. Она очень мала. Такой исток. И эта речка и все эти мысли вдруг вот так вот забурлили, смешались с дозой изрядного компота вечернего. И получилась такая песня. По-моему, там есть несколько мыслежек, которые ой и сегодня сидят в подкорке. У меня, по крайней мере. Значит, песня написана от лица персонажа, безусловно. И тогда ещё с Израилем не было без визового админа. Нам осталось от силы полгода, Может, год, ну а дальше кранты. Еле дышит старушка природа, И везде проржавели болты. Справа, слева жду, вины огреют, Всё одно пополам голова, Да ещё двух орятся янреи, И невкусную стала трава. А речка горя, не зная горя, Ни с кем не споря, Течёт, течёт, неторопливо Под ветром его Колышет гривой, И жизнь течёт. Забыл сказать, что эта песня обычно исполняется Омско-кубанским казачьим женским хором. 150 человек, не меньше. Но сегодня уж извините, Усечённый гряд. Каждый день то кого-то снимают, То кого-то надеть норовят. Этим самым у нас отнимают Лет так сто или сто пятьдесят. Можно триста, но закусь пропала, Возросло лишь количество ртов. Раньше три, но троих было мало, Нынче глянул и сразу готов. А речка горя, не зная горя, Ни с кем не споря, Течёт, течёт, неторопливо Под ветром его Колышет гривой, И жизнь идёт. Слава Богу, что возятся с нами, Чтоб мы были бодрей и добрей. Христиане с косыми глазами, Кришнаиты рязанских кровей, Мусульманина, о, напирая, Да Христос воплощённый в мода. Ох, не видеть нам таинства рая, Ох, не лазать по райским садам. А речка горя, не зная горя, Ни с кем не споря, Течёт, течёт, И выгнув спинки, Как паутинки, Бегут тропинки, И жизнь идёт. Чу, опять зашумели матросы, И Аврора сторона стройна. Может, надо слатать папиросы, Может, будет какая война, Может, нет, но кто ж его знает, Ох ты, доля, тюрьма да сума. Кто-то любит, кого-то стреляют, Кто-то искренне сходит с ума, А речка горя, Не зная горя, Ни с кем не споря, Течёт, течёт, Под ветром и макайшет грига, Течёт, течёт, Не торопим, И жизнь идёт. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кажется, она вспомнилась, О, Что же ещё вы там вспомнилили? Нет, ужас, но вы вспомнили это тоже. Действующие лица исполнителя. Режиссер. Оператор. Главный герой. Главная героиня. Девушка с хлопушкой. Древесный питон нового длиной 18 метров до 6 сантиметров. Самое интересное, что длина питона. Сколько десятков лет не меняется. Ну ни туда, ни сюда. С твоей ряда и снимаем сцену в бане. Гражданин, не чуйте левый глаз. Между прочим, на большом экране все равно не будет в кадре вас. Бабушка с портфелем, не курите. Вы же заслоняете весь фон. Юноша, очкастеньки, проснитесь. Спать во время съемок в балетон. Оператор. Мне не видно ухо у героя. Дайте, дайте ухо мне от вас. Черт возьми, откуда и в струе. Шестеро. Черт, внимание, снова пятый раз. Девушка с хлопушкой. Загнул в муку. Главный герой. Ну, приклейте же мне усы. Я должен быть взрослее. И замшевый спинжак. Найдите подавей. Так, значит, я готов. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Хотел сказать, плесни-ка мне. Приди-ка мне на грудь. Ничего так что. Все станет веселей. Режим. Момент, момент. Ну, это мы схватили. Она же на трупе. Сидит девятый день. Давайте понежней. В таком народном стиле. Ол. Машка, мол, слезай Мол, это Сядем на плетень Героиня Тома Какой плетень Не лучше на таланках И полурастворенное окно Я начинаю, гражданка Ну, кончайте, ну, собирайте домино Оператор Можете орать такой до ночи А пленкой я до ночи Отечу Режиссер О, мама мия, нету больше мочи Держите крепко, я его убью Директор фильма Достал, достал Живого весу Тома Кого достал, древесного пинона Какой пинон Вот и он, слышу, топт уведающие массовки Дыма, 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 дыма Девушка с попушкой Главный герой Куда же вы, куда? Мы что, уже кончаем? Режиссер Назад! Стоять! Не двигаться Снимаем Герой По вашей страсти Ну, не очень Питон Шшшш Герой На шею Не давите Я люблю Оператор Вы можете орать Тут хоть до ночи А пленкой я до мной Сразу живу Вы знаете, что я Заткнулся Я вдруг представил, что Сериал это точно так и снимаю И вот если он А когда же это было написано? Господи! Сериал Второй раз в жизни Вообще здесь Да Просили Опера называется Суд Дэв концерт Посвящается Да нашему суду Всему Как у нас это Нехамоническое Какой суд сейчас у нас Басман Басманы Да, это именно рецатель Басманы Знаете, на самом деле Вот я Я вспоминал Самую удивительную Судебную мудрость Я вычислил в свое время В калмысских народных сказках Там, когда приходили люди К хану Там, к судье какому-то И человек гениальный Их рассуживал Последняя фраза была такая И тогда я все Разрешил Кто прав Пощечина Кто не прав Две То есть по морде Получали все Понимаете Вот я так понимаю Что вот это Самый справедливый суд Видите Так Всем Сестрам по мордам Да И братьям тоже Ну короче суд Басманы Не басманы Не знаю Начинает светлый образ Секретаря суда Суд идет Прошу всех встать А здесь еще успеете Судя Как хорошо Нанесен Нанесен большой ущерб Поток и бабок Перенаправляя А они забыли Что их ждут Сорока Короче Есть статья И часть вторая От тридцати восьми До сорока Судя Судя Что ж трудно возразить Суду почти все ясно Тем более Что сам Уже перезвонил Но что вы там Тип-топ Все с прессой безопасно Желаем Чтобы нам Защитник доложил Судя Адвокат Заметьте Что душой Горю я тоже Прошу Внесите Это в протокол И все же Обвинению Не гоже Прокурор Обвинение Может и пороже Адвокат Прошу И это тоже Протокол Судя Хорош Позарить Блин Суду Вообще Все ясно Тем более Пока Короткие Гушки Но то Что было Здесь Все было Не напрасно И не должны Страдать Бладенцы Старики Адвокат Конечно Господин Судья Но все же Не надо Чтобы в обществе Раскол И мир Юриспруденции Тревожен Прокурор А можно и пруденцы И пороже Адвокат О боже Боже Тоже Протокол Судья Короче Сочи Блин Об этом Через годик Пока еще Никто Об этом Не звонил А шо ж Молчком молчит Моральный Наш уродец А шо ж Не говорит Последних слов Дебил Щелчки Фон Офисная музыка Пуканье Напряженное Размышление Ваш звонок Очень важен Для нас Голос из-за Вы уж простите Что из Лондона По скайпу Но на Москву Билетов нету Вода беда А как я честный человек Кто так и знайте Что я готов Чистосердечно И всегда И чтобы там И кто бы там Не говорили И не писали В желтой престе Ерунду Я вам купил Особнячок На Пикадиле Вы прилетайте И я сразу К вам приду Н arms Па-па-па-па wanna know Па-па-па-па-па-па-па Пр wegen Напряженное молчание Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Все-таки Ваш звонок Очень важен Для нас Па-па-па-па-па-па-па-па-па-widен А звуuse Здесь пахнет Первый самолет Секретарь Прошу опять всех встать Поскольку суд ушел Но только что вот здесь Ах, и был таков Но нам не привыкать, нам очень хорошо Ведь наш родимый суд Ведь наш родимый суд Судей всех судов Ведь наш родимый наш Аплодисменты Хочется спросить самого себя О чем это? Ну и песня, которую тоже Безусловно просили Которую безусловно должны петь Все возглавляемые Игорь Николаевич Песня эзотерически заряженная Песня эзотерически заряженная Помни О полонет Непо соленое По речной Пароходе О полывающей Свечной Так положена труба Над нею дыбит Только дым слегка не движет А над ним Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака Как говорил Михаил Сергеевич Герпачев Не надо захлапывать Петь надо Попытка на боток На песочке на песочке Зеленое небо Зеленое небо Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака Такое ощущение Народ Такое ощущение, что народ Подтягивается с улицы Зеленое небо Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака Зеленое небо Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака Зеленое небо Красные облака А больше краски не было У чудака А больше краски не было АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем первую часть Питерского уступления Давайте будем ждать Законченной Скоро опять встречаемся Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо